СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И я всё-таки ещё раз назову их не гостями, а нашими друзьями. Эксперты наши. Да, экспертами, друзьями. Хоть они и гости, но они наши друзья. Помогают нам во многих сложных вопросах, которые вроде в жизни кажутся обыденными, но тем не менее на самом деле они сложные. Ну вы всегда так глубоко копаете, как будто жемчуга со дна океана достаёте. Каждый раз. Вместе. Вместе. Вместе достаём, хочется сказать. Да, и сегодня тема у нас тоже очень интересная. Но в отличие от прошлой программы, может быть, чуть более такая легкомысленная, что ли, я бы сказала. Или нет? На первый взгляд. На первый взгляд, да. Кажется, легкомысленная, хотя тоже имеет под собой очень серьёзные основания для обсуждения. В общем, программу мы назвали «Культ тела», что можно и что запрещено с точки зрения верующего человека. Одежда, косметика, маникюр, косметология, посещение спортзала. Не надо забывать, у нас вот весна, да. Ну, фактически называется это время где-то там на девочковых форумах, там, три месяца до купальника, да. И люди, которые там о себе как-то заботятся, вот в этом смысле телесном именно, они, конечно, сейчас начинают уже предпринимать активные шаги. Кто-то постоянно это делает. Да, ну, слово запрещено, как бы, оно очень резкое, но иногда бывает, что нежелательно ещё. То есть мы так немножко смягчим, да, может быть, запрещено, а может быть, не приветствуется там, да. Можно, как бы, ещё вот так вот делить, чтобы было более... Потому что, как, ну, Сан-Хаджи, как у нас в исламе, да, есть то, что запрещено... А есть то, что не одобряется. Очень хорошо об этом сказал богословенный пророк Мухаммад, вернему, то, что запрещено Всевышним, оно запрещено от вреда для вас. А то, что разрешено, разрешено от блага для вас. Поэтому разрешение, запрещение, категорическое, некатегорическое, это степень вреда. От степени вреда зависит, да. Да, от степени вреда для человека. Ну, вот, всё-таки... Я тогда вообще не понимаю. Вот из всего, что я перечислилась, да. Это мы вернёмся. Степени запрета мы вернёмся, как-нибудь, с тобой. Вот, но, отец Пётр, ну, вот, культ тела. Вот должен человек, как это, боготворить своё тело? И для чего он должен это делать? Потому что, как говорит Аня, там три месяца до купального сезона, чтобы выставлять для чего-то это на показ. Или за телом надо ухаживать по тому, что? И в какой степени? Вот для кого это делается? Смысл какой в этом? Есть такое понимание, что есть естественный образ жизни, а есть противоестественный образ жизни. И вот естественный образ жизни для человека – это всё-таки образ жизни деревенский, который много-много веков был. То есть это постоянная активность, постоянная физическая активность, потому что человек так устроен, что известные строчки стихотворения, что душа обязана трудиться, тело точно так же обязано быть постоянно в труде, постоянно в процессе, постоянно напрягаться. То есть в Ветхом Завете, как скажено, когда Адам и Ева изгонялся из рая, то Бог сказал, что в поте лица будешь добывать пищу себе. Вот в поте лица – это не столько проклятие, сколько благословение, потому что вот если человек в поте лица не живёт, то он начинает заболевать. У него происходят атрофеи мышц, атрофеи, то есть сердце – это тоже мышцы, сосуды тоже в какой-то степени, они должны постоянно двигаться, постоянно работать. А вот в поте лица – это значит поддерживать свой организм здоровым. А сейчас образ жизни изменился, сейчас мы… Живём в городах. Мало ходим. Ездим много. Ездим на машине в основном, по лестнице спустите, то лифт. Мы очень мало двигаемся, и поэтому, конечно, это провоцирует заболевание. Поэтому заботиться о теле в каком смысле? То есть ему, чтобы быть таким, чтобы он трудоспособный, то есть чтобы не болеть, необходимо двигаться. То есть и здесь в этом плане своему телу надо давать нагрузку, необходимо потеть. Вот вам и говорит человек, что, ну, видите, жизнь изменилась. Я тут утром заскочил в машину, приехал в офис, посидел, плотно поел, вечером, значит, Макдональдс, ну, или где-нибудь там тоже. Вот, значит, тут потом, значит, снова запрыгнул в машину, пришёл, плотно поужинал. Ну, и выполняю ваши наставления. Я пошёл в фитнес-зал, потренировал, покрутил там, значит, там много чего там сделал. Вот позагорал там где-то в солярии. Вот, потом посидел в сауне, значит, вот там, ну, выполняю. Всё для здоровья. Всё как надо, у меня тут все мышцы в тонусе, за телом слежу. И какой в этом смысл? Ну, вот один из наших современных святых, греческий святой преподобный Порфирий Кавсоколевит, который в середине 90-х приставился ко Господу, служил в Афинах, ему этот вопрос задавали. И он своим духовным чадом благословлял каждые выходные выезжать на природу, за город, то есть, или в горы, на лыжах, или, то есть, всё-таки, такой благословлял образ отдыха, активный, на свежем воздухе, больше. Ну, потому что кислород тоже. Тоже помогает, способствует. Да, ну, то есть, тело не должно превращаться в такой, как бы, идол. То есть, необходимо о нём заботиться, необходимо, чтобы оно, да, трудилось, напрягалось, но не обожествлять его. То есть, кубики пресса – это уже перебор. Ну, большинство-то, как бы, как раз превращает. Ну, как, ты же с этим телом должен пойти куда-нибудь, в кафе выйти, одеть, если женщина, облегающая платье, что-то где-то должно правильно торчать. Значит, там… Ази Савельевич, у нас дети слушают. А я ничего такого не сказал. Вот, и там мужчины, значит, там, типа, вот у меня такие крутые бицепсы там. Это же получается опять противоестественно, это уже слишком… То есть, увлекаться не надо. Слишком увлечения, да, тела. То есть, физическая нагрузка для того, чтобы сохранять тело в работоспособном состоянии, что называется, чтобы не было лишнего веса, лишней нагрузки на сердце, например, да. То есть, вот это допускается, посещение спортзала. А если увлекаться именно формами какими-то внешними, это уже не очень хорошо. Ну, да, вот всё, что вот как бы в христианской современной традиции, всё, что касается фитнеса, занятия спортом или даже косметики, то здесь надо придерживаться принципа «сё должно быть естественно». То есть, нельзя, допустим, красить волосы противоестественный цвет. То есть, естественный цвет можно поддерживать. Правда, я даже не знала. Серьёзно? То есть, можно, например, там в какие-нибудь нерадикальные оттенки подкрашивать волосы? Вот у меня седые волосы, естественно. А были чёрные. Мне чего их, красить чёрный цвет? Отец Пётр. Я думал, мужчине об этом думают. Это уж вы решаете сами. У меня есть друг. Хороший человек, очень добрый, весёлый. Вас седина украшает. И он красит свои седые волосы. Я, честно говоря, первые разы, когда видел, я очень, я так на него смотрел. Мужчина, и он красит чёрный цвет свои волосы. Но в чёрный, ведь не в фиолетовый. Ну, в чёрный, в чёрный. Не в радикальный чёрный цвет, который Киса Воробьянина красил. Ну, понятно, что фиолетовый, это вообще неестественно, как бы, да, как там розовый, фиолетовый. Ну, я как красный какой-нибудь. А вот такой вот. Если, допустим, тоже, допустим, мужчина пожилой в возрасте, а у него идеальный цвет волос, нет седин, то это тоже как-то так. Подозрительно. Подозрительно, да. Тут ведь вот таких масса вопросов, отец Пётр. Вот всё, что всё-таки святые книги-то говорят. Краситься девушка можно или нет? Вот смотрите, вот, там женщине 70 лет, она хочет, чтобы у неё лицо было, как у 18-летней. И вот идёт она там. Или мужчине, значит, я, кстати, мужчин таких тоже знаю. Значит, тут ботокс там, иногда по телевизору часто показывают некоторых товарищей. Тут ботокса там наколол, тут ботокса наколол. Ну, можно не обязательно ботокс, то есть там изначально, ведь она, вся эта косметология начинается с уколов витаминных там, да, каких-то, ну, витамины какие-то составы подкалывают, насколько я знаю. Ну, я не специалист, я как бы вот то, что слышал там, то идёт. Ну, то есть, ну, это делается всё. Ну, то есть, ну, человек хочет оставаться молодым, ему вот по работе нужно. Какую пользу даёт это человеку? Для мужчины косметика, она здесь вообще как бы это не для него, только случай, если... Какая авария, физическое помреждение, то есть, что-то такое вот механическое воздействие было. Ну, то есть, получил синяк, а надо на работу завтра. Вот тут можно тональным кремом, да, воспользоваться? Тут там тональным кремом чуть-чуть подправил, хотя всё равно видно. То есть, ну, да, есть же такие, как бы, ну, травмы, шрамы, которые... Ну, понятно, они... А маникюры, педикюры для мужчин? Всё крайне в меру, ничего лишнего. Иногда здороваешься с мужчиной и думаешь, господи... Ну, у него же не французский френч. У него же просто аккуратно, да. Но служить Ему, поклоняться Ему, это уже перебор. А почему это грех? Потому что ты, получается, это идол. Ты вместо Бога начинаешь поклоняться и служить своему телу, забывая про Бога. Это тоже тело, это дар Божий, здоровье, дар Божий. Ты должен беречь его и как дар Божий, но не возводить его в видов, чтобы отдавать самые лучшие силы своей души, служение тому, что ты положишь через некоторое время в гроб и закопаешь землю. То есть ты уже, когда это делаешь, переходишь на тёмную сторону, так сказать, нашей жизни, да? Ты можешь пустую растрачивать те силы, которые тебе даны для чего-то более высшего, для того, чтобы обрести вечность, ты это растрачиваешь на мелочи. Как мы во время прошлой передачи говорили, время ты трачешь на это, а надо было бы прийти к родителям в гости. Да. Для вечных ценностей. Я всё-таки как-то, слушайте, обиделась за мужчин, за наших, как так вот для мужчин и косметика вообще-то, и косметология-то, но мужчина что, не хочет молодым оставаться, что ли? Потом, в конце концов, вот в нашем климате, извините, хоть нынче и мягкая зима, да, но всё равно как-то вот за кожей-то ведь тоже надо ухаживать, чтобы она не пересыхала. Здоровый образ в жизни – самый лучший уход за своим телом. Понятно. Нежели когда в молодости всё растратить, а потом пытаться это… Восстановить. Вернуть. Тут ведь речь не идёт о том, что когда 50-градусный мороз, ты там специальной мазью там мажешь нос, там, щёки, чтобы не прихватило. Речь-то идёт о совсем другой… Ну, ты вечером увлажняющий крем, как Жази Салич. Увлажняющий крем? Конечно. Я настолько отсталый мужчина в этой жизни, видимо, что я таких слов-то даже не знаю. Вот, видимо, недавно с деревни переехал увлажняющий крем для мужчин. Для гостей я в студии насмешила, да. А почему только для мужчин? Я не знаю, мне кажется, что это… ничего в этом такого страшного нет. Я вот, кстати говоря, недавно слышала из Ростова новость. Вот там у них учитель в школе, маникюр французский и тональным кремом он пользуется. Учитель? Да, и там они тоже обсуждают… мужчина-учитель. Там тоже журналисты обсуждали, насколько допустимо это вообще для учителя так себя вести. Я бы не хотел, чтобы мой ребёнок у такого учителя учился. Понятно, понятно. Мужчиной должно пахнуть мужчиной. Понятно. О, кстати, а парфюм? Парфюм допускается? Мужской. А дезодорант? А, кстати, всё в меру, да, отец Пёдор? Да, всё в меру. Но как ведь тоже принято говорить о том, что откуда духи появились, то, что из Европы у них не было бани, никогда не мылись, поэтому свой запах им приходилось. А Нарислав Хаджи? А Европейцы откуда взяли? А Европейцы откуда взяли? Нарислав Хаджи откуда? Духи же пришли из мусульманских стран. Из Аравии, да. Из Аравии, потому что самым большим любителем духов был порок Мухаммад, мир ему. Он сказал, из радости этой жизни мне нравятся духи. Для моих глаз – женщины, а для моей души – молитва. Вот духи, он так любил, что даже его чалма была пропитана духами. И он сказал, я не кушаю чеснок и лук, хотя в них великая порза, но я общаюсь с ангелами. И чтобы их не отпугнуть, я должен прекрасно пахнуть. Женских, мусульманских стран, женских духов нет, априори. В смысле, они общие или женщине нельзя ими пользоваться? Женщина может пользоваться теми, которые нравятся её мужу. А-а-а. И не привлекать своим запахом внимания посторонних мужчин. Вы, наверное, не изучали влияние запахов на человека. Ну, это же естественно, если ты любишь своего мужа, то... Нет, это мне понятно. Это же настолько естественно, но и помимо всего... А девушке молодой и незамужней нельзя пользоваться духами? Для мужа. Пока нет мужа? Нельзя. Мойся чаще, и всё хорошо. Ой, обидно же. Засаданно. Кому? Ну, вот я не знаю, я бы, наверное... Какой-то поэт сказал, что юность прекрасна и без духов. Понятно. Замечательно сказано. Вы посмотрите на себя. Вот женщины, я ко всем сейчас обращаюсь, на себя нашими мужскими глазами. Вам не надо украшаться. Излишне. Всё ваше естественное гораздо красивее, чем намалёванное. Ваш чистый запах, здоровое тело, чистое здоровое тело даёт именно тот аромат, который ловит именно её мужчина. Они все подряд. Имеется в виду, что правильный мужчина. Я понимаю, да, 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 да. Тот, который подходит. Да. Да. С точки зрения здоровья и будущего потомства. Я слышала. Ну, а если вот, ну, если женщина... Ну, вот я не знаю, ну, хорошо, вот Нурислам Хаджи говорит, что в мусульманских странах не принято. У нас-то, мне кажется, в России как-то вот это более распространено, и девушки сами себе духи всё-таки покупают. А если девушке духи нравятся не потому, что не нравятся её молодому человеку, она вообще ими пользуется не для того, чтобы внимания посторонних привлечь, а ей просто вот нравится аромат, или, может быть, он ей напоминает что-то. Надо такой опрос провести, Аня. Наверное. Среди девушек. Вы духи применяете. Для чего? Потому что вам эти духи нравятся, или вы хотите кого-то привлечь? Я вот применяю, потому что они мне нравятся. Ну, хорошо, вы входите в те пять процентов, которые из ста. Слушайте, ну, а вот всё-таки косметикой пользоваться возможно для девушки? Ну, про мужчину мы поняли, что нельзя мужчине. Вот это уже очень интересный вопрос. Ну, я немножко услышал ответ как бы. Я согласен с отцом Петровым, что в случае вынужденности дозволяется. Это мужчине? Хоть кому, вынужденности. А женщине зачем? Ну, ты мне ответил. Ну, вы вот сейчас сказали, что духи там из арабских стран пришло. Но, извините, из самых древних времён женщины... И косметика тоже была, да. ...пользовались сурмой, хной там и так далее, и так далее. Ничего подобного. Ну, как? Сурмой пользовался пророк Мухаммад Миримов 14 веков назад. Так. Он сказал, для мужчин это излечение глаз для остроты зрения. Сурма есть, единственное настоящее, в мире только в одном месте. Это гора, с которой разговаривал пророк Муса, Моисей, мир ему, с Аллахом разговаривал. Эта гора оплавилась от того, что Всевышний показал ей себя. И вот это чёрное вещество, это есть сурма настоящая, которая из-за того, что ей был показывал Всевышний, излечивает наши глаза. Религиозный контекст не убирайте. Женщины иногда пользуются хной, да, для того, чтобы... Как у нас в России обручальное кольцо. То есть, как бы идентифицировать себя в обществе. Я замужняя, я не замужняя. Распущены волосы, волосы в косе. Замужняя, не замужняя. Украшения? Украшения. А губы мазать всякой гадостью, это пришло откуда? Не знаю, но предполагаю, что из Западной Европы. Есть такая теория, что... А в Египте как же? Вот в Египте это было, я знаю точно. Я про Древний мир читала. Ну вот, есть такая теория, что... Ну ладно, не буду. Не буду, да. А это, это... Борислан Хаджи говорит, вас запрещено. Мы потом за эфиром тебе скажем. Мы потом украшаем себя для мужа внутри дома, чтобы понравиться мужу, потому что это ее обязанность перед мужем. Хорошо. Мы прощаемся сейчас с отцом Петром, потому что ему надо убегать. Отец Петр, спасибо большое. Прихожане ждут. Отец Петр, спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Благо, благо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Очень приятно было с вами. Много раз ведь Алис Алиевич подавал мысль-то такую. По-арабски его мысль звучит так. Поистине, каждое дело связано с намерением, и каждый человек получает то, к чему он намеревался. Что занятие строительством своего тела? Внутреннее, внешнее. Чего человек хочет? Если он хочет здоровья, то достаточно ОФП, общая физическая подготовка. Чем больше двигаешься, тем выносливее тело. Выносливее к чему? Болезням, к стрессам, к производству каких-то работ, к защите своей Родины, носить на руках своих детей. Ну, к избежанию каких-то болей. Да. Да, потому что у кого-то спина болит, им показано, например, пресс качать, чтобы удерживать спину или спину качать, чтобы держать спину. В правильном положении. По-русски это будет так. Ниаматань – это есть два богатства, два блага, которыми большинство людей пренебрегают. Здоровье и свободное время. Здоровье внутреннее. Вот мы занимаемся, кто, каким видами спорта, кто хотя бы ОФП, хотя бы утренную гимнастику, зарядку сделать. После 40 лет человек, если утром зарядку не сделает, как он сможет передвигаться и из дома выходить? С трудом и выходит. Мышцы ракостенеют. Утром немножко размялся, и ты уже кровь разогнала тебя. Твое КПД больше, коэффициент полезного твоего действия. От тебя польза больше. Человек создаст для двух вещей. Для поклонения Богу и для пользы обществу. Больше он ни для чего не нужен. Как-то грустно это. Грустно. А для чего еще? Сейчас еще грустнее будет, скажу. Человекам могильным без разницы, какое тело кушать. Ой. Давайте мы перерыв сделаем сейчас. На этом. На этой ноте, на рекламу. Программа «Союз нерушимый» продолжается. У нас в гостях Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Отец Петр Машковцев. К сожалению, нас покинул. Несколько минуток назад убежал, потому что надо ему было прихожанам. Ну, тут еще говорит Анна Лапшина. Да, и Азиз Агаев. Спасибо. Мы продолжаем. Слушайте, мы остановились просто вот на такой ноте, от которой я не знаю продолжение. А, червяки-то? Да, червяки. Это уже сказано, давайте там не будем сильно пугать. Общая физическая подготовка. Ну, так-то правильно, червяку все равно. Но нам-то не все равно. Нет. Как мы выглядим? И как мы себя чувствуем? Так, Азиз Альевич прекрасно сказал. Или мы преподносим себя, как товар. Да. Или мы свое собственное ощущение, любя себя даже. Мы свои ощущения. То есть, я могу это. Я могу и это. Я могу стоя завязать свои шнурки. И слава Аллаху. Да. Я могу там пешком пройти, значит, с юго-запада. 10 километров. 10 километров туда. Могу еще куда-нибудь пройти. Я могу на пятый этаж без удовольствия. И мне не нужен подорожавший автобус. Да. Женщина... Огофи не целая. Я ощущаю, что во время беременности женщины какая бешеная нагрузка на спину, на живот, на ноги. На внутренние органы. На все. А если она с детства в школе вот это простое АФП не занималась, даже врачи не дадут мне соврать. Если нет брюшной стенки, появляются разные болезни и в конечном итоге появляются и животы и так далее и тому подобное. Заниматься надо вот этим, себя укреплять. Огромная польза. Чтобы ноги потом не болели, когда вы детей носите. Вы же должны женщины не одного ребенка выносите. То есть спортзал-то хорошо. Да, конечно. Но в меру. Вот еще раз. Я, видимо, вот Нурислав Хаджи говорит, и я с ним полностью согласен. Вот ты себя преподносишь, купите меня. Или ты говоришь, как мне хорошо. Это, между прочим, не исключение хотел сказать. Многие мои знакомые говорят о том, что после посещения спортзала улучшается настроение. То есть вырабатываются, видимо, какие-то вещества в организме. И настроение повышается, и человек себя лучше чувствует. А как от того, что я могу радость, а то, что я могу. Точно так же, я же говорил, что зависит степень вреда. Здесь вреда от ОФП нет. Под руководством знатока, тренера, инструктора, ты укрепляешь свое тело, ты гоняешь кровь в отдельных группах мышц. Так? Для какой-то средствовой жизненной ситуации они у тебя подготовлены. Просто упасть надо уметь. На лед упасть. Очень актуально. У нас сегодня программа. Первый урок, который я получил, когда занимался, падение. Правильно падать. Совершенно верно. Чтобы не сломать ничего. Правильный тренер начинает с обучения падению. Конечно. В левую сторону, в правую сторону, на спину. Да, руку откидываешь, шлюпаешь по земле. Вот. Это все хорошо. Точно так же украшение самой себя или самого себя. Понятно, вы настолько утрировали, что у меня мозги взорвались, когда мужчина там украшает себя, как... Маникюр. Ну, маникюр, тональный крем, это уже... Ботокс. Это уже верх легкомыслия, я бы сказала. Да, да, ну, вы утрировали. Вот. Если у него больные ногти, пожалуйста, там нанести лак излечивающий от грибка, пожалуйста. Если он, нанеся цветной лак, пытается привлечь самца... Не-не-не, там не цветной, там был светлый лак, прозрачный, но он был, тем не менее, заметный. Ну, он ведет к чему? Блестящий там, кого привлекает он лаком? Почему обязательно привлекает? Ну, может, нравится человеку ногти красивый. Ну, так сиди дома. Вы же его увидели. Нет, я не видела. Школьники увидели? Школьники говорят, что да, увидели. Сиди дома с таким лаком. Понятно. Вот. Ну, это я утрировала, на самом деле. Отец тоже, конечно, сказал, что мужчины должны пахнуть по-мужски. Да. То есть запах чистого тела, и на который небольшая капелька хороших, дорогих духов. И все? Хватит же. Понятно. Вот. Одеваться. Одеваться тоже огромная проблема. Некоторые мальчики одеваются сейчас так, что, когда нагибаются, извиняюсь всем слушателям, я и в мечети так говорю, прямо издеваются. Да мы все это видели. Копилку видно же. Вы что? Вы мужчины или нет? Нет. Так, конечно, я бы не сказала. Да, я-то могу уже. Джинсы с низкой посадкой это называется. Или без посадки. Как приятно, что я имею таких культурных, интеллигентных собеседников. И для кого это он посадил так низко? Даже, вот есть по фикху, по шариату, в обтягивающих брюках намаз надо перечитать. Недействительный. Не принимается молитва. Если женщина открывает волосы, то она что делает? Пророк Мухаммад, мир ему сказал к женщине, обращаясь, о, женщины, ваши волосы, это ваши богатства. Прячьте их, показывайте только своим мужьям. В открытые волосы это повод для джиннов, по-русски, чертей, на эту женщину не наслать беды и несчастья. Потому что у нее защита, ведь Аллах говорит в Коране, я дал вам одежду как защиту и украшение. Как бронежилет от зла. Когда вы раскрываете бронежилет, пули зла достигают вас. Так получается, так получается. А когда, опять-таки, мужскими глазами говорю, что когда женщина максимально одетая, и когда платочки одетые, и когда у нее ухоженные руки, то есть здоровое тело, то это самые красивые женщины, которые могут существовать в мире. Они привлекают мужчину, а не кобеля. Или кобеля, как там правильно? Вот смотрите, до такое количество народа, такое качество общества сейчас и какое было раньше. Люди рожали по много-много-много детей. Почему? Им было приятно с этой женщиной общаться, мужу. Он не бегал, куда попало, по сторонам. А зачем? От добра доброничь. Там у нее и так самое красивое. Да слушайте, ну может, для сейчас детей все-таки меньше не потому, что куда бегать. И в том числе, в том числе, да. Хорошо, а украшения? А украшения? Пожалуйста, украшайте. Все, все ежки. Ну почему обязательно золото? Золото, камушки. Золото, камушки. Для женщины ограничений нет. Как елку можно от макушки до пятки украсть? Серьезно? И публично тоже оно? На каждый пальчик ноги? Нет. Нет? Нет? Нет. То есть только дома? Да. Дома немерено. А девушке молодой? Ну что вы, вот женщине, я уже говорил, есть такая необходимость в нашем обществе, обручальное кольцо. Да. Чтобы оттолкнуть посторонних. Есть. На пальцах она может носить украшения, показывающие любовь, отношение мужа к ней. То есть подарки мужа можно, да? Конечно, которые тоже можно увидеть. Не глубоко спрятанные, а которые легко одеть. Вот 10 пальцев на руках, пожалуйста, одевайте хоть по три кольца на него. С бриллиантами и так далее. Ограничений нет. Это опасно, ходить по Кирову с таким количеством украшений. Поэтому лучше дома. Поэтому дома, перед мужем. Конечно же. Если проблема есть выйти замуж, это тема для другой передачи. А мы обязательно поговорим об этом, конечно. Конечно, поговорим. Ну вот, таким образом, получается, что... Кстати, тема-то актуальна. Подожди, подожди. Где выйти замуж? Ну, по Азизу Аличу. Недавно я сказал одной родственнице, которая беспокоила за своих братьев. Не могут жениться. Я, говорит, им советую. Так вы подъедете там к какому-нибудь клубу. Вечером девушки выходят. Вы там помогите им добраться до дома на своей машине. Познакомитесь. Женитесь. Я говорю, не вздумай. Не вздумай. Они будут ещё дальше от женидов. Да. Искать невесту надо в благочестивом месте. Где? На учёбе. Ну, ведь благочестив... Я хотела сказать в библиотеке, да? Благочестивые... На благочестивом месте, но Александр Александрович ищет благочестивую невесту. Да. Немерение же такое. То есть мать своих благочестивых детей. Простите, я всё-таки вернусь вот к этому. А мужчина... На работе. Не всегда. Лучше на учёбе. Самый лучший. Самый лучший. На учёбе. Ну, я второй раз женат. Слава богу, а вторая жена тоже на учёбе. Так, так. Нет, меня не две подряд, а вторая. Так получилось. Что первая покинула нас. В лучший мир отошла. Но я с ней познакомился в школе. Со второй на учёбе в мечети. Вот так. А если найдёте в кабаке месте разврата, месте, где правит шайтан, сатана, что вы там хотите найти? Поезд в кинотеатре. Ну... Это, конечно, это получше, чем кабак. Ребят, и кино смотреть надо. Ну, можно и по сторонам немножко. Варианты есть, варианты есть. Ну, и в это время ты должен выглядеть, как был и честивый. Поэтому косметика должна быть или не должна быть? У мужчин-то нет. Мы же уже решили, что... Не должно быть. Я про мужчину вообще не... Косметика должна быть только у... У девушки. У женщины. Если она себе это позволяет. Ну, Лисам Хаджи со мной не соглашается. Но я был всегда... Всё должно быть в меру. Не надо ничего особенного обозначать. Как девушки молодые будут знать меру? Ну, мама не должна быть. Папа должен быть. Вы телевизор выключите. Интернет отключите. Она тогда будет знать меру, что ей вот этого ничего не надо. Да. Когда раньше замуж-то выходили... Наши родители, я всегда говорю, наши предки дураками не были. Такое общество построили. Такие проблемы они переломали, осилили. Почему? Они были сильные люди. И они не дураки были. Они понимали то, что им поможет и принесёт пользу в будущем, в веках. Лисам Хаджи, вот что мы обсуждаем? Мы с вами обсуждаем. Вот вы сейчас сказали про интернет. У меня даже настроение выпало там на телевидении. Потому что мы сейчас с вами обсуждаем, что-то говорим. Они придут, включат и посмотрят там. О, смотрите там. Ну, не буду там фамилии называть. Вот, смотрите. Вот так знаменитая какая. Вот первые полосы. А ведь вся накрашенная и перекрашенная. Или вот-вот, смотри-ка, с лаковыми ногтями выступает такой-то мужик в очень обтягивающей одежде. Ну, а что будете вкладывать в них? Ну, а о чём мы тогда, о чём разговариваем? Если вот это происходит постоянно у людей. Ну, я уже как-то раз говорил, наверное, даже не один раз говорил, что наша передача для людей размышляющих. Потому что те, кто бездумно относится к вопросам, которые мы поднимаем здесь и обсуждаем, они всё равно не услышат. Они потеряны? У них глаза закрыты, уши закрыты. Сердце запечатано. Они не размышляют, у них нет ничего. А те, кто размышляют, у кого всё это открыто, они услышат, что в детей надо вкладывать, в том числе отношения к себе и окружающим. И что ты хочешь получить, надо думать, размышлять. Кого ты хочешь в мужья, в жёны получить, надо думать, размышлять, смотреть на то, как им... Вот наши предки, которые ещё до войны были, ещё в стадо революции были, как они себе находили жён, мужей, знакомились. Когда женщины определились, где мы найдём себе там для детей и женихов? Я говорю, так вы начните с себя. Начните с себя, пусть ваши девочки одеваются нормально, как девочки, защищающие честь семьи. Которые уже есть и которые будут созданы. Пусть она получит образование. Мальчик получит профессию, потому что его обязанность обеспечивать семью. А не сидеть на шее его родителей. Вот такие вещи. И тогда вы найдёте себе нормальных женихов. Они придут к вам. Примагнитятся. Вот на этой ноте мы программу нашу сегодняшнюю завершаем, но мы к теме поиска спутников жизни вернёмся. Это вообще такая тема-то классная. Она неисчерпаемая, Нурислам Хаджи, мне кажется. Благодарим нашего гостя Нурислам Хаджи Касимова, имама мечети города Кирова. Мы с Азизом Агаевым прощаемся, но с нашим гостем увидимся ещё не раз. Спасибо. САСАВАЛЕЙКУМ САЛЯМ САЮЗ НЕРУШИМЫЙ